Спасибо. Даже в предпраздничный день они получают поздравления, не отходя от рабочего места. Позвонить могут в любую секунду. Отдыхать и праздновать только после работы. В МКУ ЕДДС дежурная смена круглосуточной дежуре в составе семи операторов системы 112 и трех оперативных дежурных. И основной состав женский. Милые дамы умело используют свои лучшие качества на благо работе. Пониманием. Ну, наверное, пониманием и какой-то душой. Ну, и мужчины тоже, в свою очередь, как бы не отстают. Служба в системе 112 не опасна, но трудна. Закончить вызов надо за 75 секунд. Некоторые еще раньше. Всего с января этого года операторы приняли около 6 тысяч звонков. Лидером по приему в нашем округе и безусловным лидером во всей Московской области является Оксана Перлова. Неоднократный победитель по количеству принятых звонков данной категории. Более тысячи. Работа, скажем так, отличается, наверное, от тех работ, которые в общепринятом понимании монотонные. То есть здесь такого нет. Каждая смена отличается своими происшествиями. Не бывает одинаковых смен. Среди всех вызовов свой процент приходится на хулиганские. Иногда люди не понимают, что игра или банальная шутка могут стоить жизни. Отвечать на них приходится, так как оператор не знает, что спросят. Иногда с телефоном играют дети, и вызов идет. Перезвонить не получается. Ребенок не может взять трубку. Хочется попросить родителей, чтобы не давали детям телефона, потому что действительно для детей это получается как игра. Некоторые не понимают, что они дозваниваются в службу, потому что первое, что стоит на экране, это вызов экстренной службы. И дети, играя с телефонами, естественно, попадают к нам. Работу Галины Воротниковой тоже нельзя не отметить. Обслуживает свое, помогает другим. Где не справляются операторы с других регионов, наши девушки принимают вызов на себя. Система 112 работает не только по округу, но и по всей области, Москве и другим регионам. Мы принимаем достаточно большое количество звонков, которые идут к нам от операторов 112 по Москве. Также операторы наши их обрабатывают и передаем другие регионы Московской области. И там подключаем такие же службы, которые существуют в Пушкинском. Разговаривать по душам некогда за каждой секунды стоит жизнь и благополучие людей. У операторов есть четкие алгоритмы действий. Однако иногда даже улыбка, распознанная в трубке, может подбодрить человека. Ведь девушки первые приходят на помощь. И от их оперативности многое зависит. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.